Один из самых значимых и наиболее почитаемых праздников Покров Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие. Причем есть эта дата только в русском календаре, хотя своими корнями она уходит в греческий Константинополь. Именно там и произошло явление Богородицы, которое накрыло своим покровом молящихся в храме и защитило их от врагов. В России много церквей, освященных в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Один из них находится в поселке Средняя Ахтуба. Сегодня здесь состоялось праздничное богослужение. Слово Екатерине Караваевой. Во время праздничной службы храм Покрова Божией Матери в поселке Средняя Ахтуба был полон. Сюда, помимо местных жителей, приехали также православные из Волжского. Торжественное богослужение провел митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Болюсь я оба тебе, помилуй я. Болюсь я оба тебе, помилуй я. Прости мне прегрешение, моя больная и невольная. День Покрова Пресвятой Богородицы православный мир широко начал отмечать в XII веке. Особенно значим этот праздник был для незамужних девушек. По традиции на Покров молились о хорошем женихе. А те, кто уже встретил свою любовь, просили о сохранении и укреплении уз. Однако не только о любви можно просить у Богородицы. Считается, что в День Покрова Пречистая Дева находится на земле, неся над всеми свое покрывало. Оттого чувствуется особая ее близость и защита. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы дает нам надежду на постоянное ее о нас заступление перед Богом, на ее о нас молитвы. И он обязывает нас хранить верность нашему православию, быть примерными сынами и дочерьми Церкви Христовой. Храм Покрова Божьей Матери был построен в Средней Ахтубе в конце 80-х годов прошлого века. До этого верующие здесь могли посещать только два молитвенных дома. Мы живем недалеко здесь. Мы лет 15 ходим сюда. Каждый праздник посвящаем Покрова Пресвятой Богородицы. Чтобы нас просила, грешных. Любим сюда приходить, отдыхать душой, молиться. Это очень необходимо в нашей жизни, такой тяжелый. В честь праздника для всех православных выступили воспитанники воскресной школы Покров, созданной при храме. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Среднеахтубинского района.